Давай поцелую. Ну вот они. У вас Лиса уже убежала что ли? Ну все, давай сынок. Будь умницей. Приноси хару. Максим, а ты брючки зачем заправила в носочки? Так некрасиво. Хорошо, поправь. Я тебя очень люблю. Будь умницей, ладно? Ну давайте. Я тоже тебя сынок. Давай. В том году вот здесь была грядка. Росли красивые-красивые цветы. У нас стоят камеры, видно. Потому что деток много. Поставили камеры, чтобы видеть двор. Ну люди ночами приходили, вырывали наши цветы прям с корнями. Каждый год все это вырывалось. Я укрываю эту грядку. Мне, конечно, грустно подходить ко двору. Тут у нас такой орех большой, такой грецкий растет. Так, ой, 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 ой. Ну тут дожариваются мои окорочка. Посмотрите, какие красивые у меня получились. Я в противень наливаю водички, а на противень ставлю решетку. И так окорочка, получается, не в жиру лежат. И так довольно-таки вкуснее. Я икрылышки так делаю. На решеточке жарю. Совсем недавно я так придумала делать. Может, полгода-год. Но мне так очень нравится. Моника, наша собачка. У меня у нас был юташирский терьер. Но его задавила машина. И вот мы взяли Монику. Она такая непослушная. Еще у нас дома такое правило. Ну это прям правило, прям просьба к детям. Потому что дети тоже сейчас помогают. Вот такие розовые тряпочки мы используем только на кухне. Мы ими вытираем со стола. А вот такие желтые тряпочки мы используем для пыли. В ванной лежат такие. И дети ложат на батарею, там подсушивают такими тряпочками. Мы вытираем пыль. Ульяна помогает. Она еще на больничном. Я попросила, чтобы их оставили до понедельника. Ну посмотрим. Распираем посудомойку. Мы поехали на рынок. Деда с собой взяли. Пошлите. Приехали. Почем картошечка? 24 рубля. Это мелкая, да? Нет, мне хорошую. Большую. Крупную мне надо. Смотрите, 30 и 32. 30 и 32. С картошечка и этот Редскар. Да. Я не для вас снимаю. Крупненькую. А давайте... Вот такая сколько будет? 350. Давайте мне вот таких. Два давай возьмем. Два. Две сеточки по 32. Две сеточки по 32. Миленькая. 24. Ну, ой-ой-ой. Я на свою семью-то замучаюсь ее очень сильно. Нет. Я уже пыталась экономить. Нет. Ну, вот лучок. Такую сеточку взяли. На 150 рублей. Дедушка взял картошечку маленькую. Сколько она стоила? Ага. Так, мне нужно еще. Морковь. Почем морковочка? А? 40? Пакет сколько стоит? 400 рублей. Приятного аппетита. Ага. Это откуда морковка? Да. Мягкая, да? Она нет? Сейчас еще посмотрю. Везде она там такая. Да нет. Ну, давайте сетку морковки. Морковки. Машина, пожалуйста. Ну, вот. Купили морковочки, свеклы. На рынке что только не продается. Лук, стивок. Такой вот большой рынок у нас. Все в машинах. Машина. Яблочки. Почем яблочки? 65. А коробка есть? Есть коробка по дешевле. Почем? Там 47. 50. Ну, вот. Мы сходили на рынки. Купили навагу по 180 рублей килограмм. 12 килограмм брикет забрали. Все говорят много-много. Ну, для моей семьи такую хорошую навагу я уже давно нигде не встречала. Поэтому на два раза приготовить будет хорошо. Я сама люблю навагу, приготовленную на пару. Деткам я пожарю, а себе обязательно ее отварю. Она будет очень вкусная. И также купили картошки. Я хотела все снимать, но все продавцы сразу забеспокоились. Очень запереживали, поэтому не снимала. Да, ну, сегодня мы были с папой на рынке и вот в этой ката-кастрюле сварим вот толченочку. Были на рынке, я хотела снимать рынок. А люди сразу забеспокоились. Откуда у нас... Почему у нас камера? Для чего у нас камера? Начали прям подходить. Даже как бы... Пугаться, переживают. Ну, их, конечно, тоже можно понять. У нас уже окорочка пожаренные. Сейчас папа наберет нам картошки. Принесет. Сейчас купили на рынке брикет на ваге. На вага хорошая. 180 рублей килограмм. У нас получилось 12 килограмм. Вот сейчас посмотрю. Купили яйцо домашнее. Это уже нам здесь привезли. Папа, картошечку нам... Да, ставь здесь. Мы сейчас ее будем мыть. Ну, сейчас вот приготовим картошку-пюре. И я поставлю все вариться на селедку под шубой. Морковку, смеку. Ну, вот у меня сварились овощи для селедки под шубой на завтра. Овощей я варила много. Я села их чистить. А дети настолько соскучились за неделю, что все налили себе чай, достали остатки пирога, которые я вчера делала из печенья. И сели со мной, и мы обсуждали, что у кого происходило днем. Почему я вообще решила приготовить большой салат на завтра, завтра суббота. И хочется больше времени провести с детьми. Даже просто посидеть с ними на улице, когда они погуляют. Поэтому я хочу побольше сегодня приготовить, чтобы завтра побольше провести время с детьми. А я решил схитрить. Иду к дедушке с бабушкой. Им сегодня утром привезли пирог. Я его съем, пойду у них тоже. Он очень вкусный. Здрасте. А я кофе пришел пить с тортом. Которым вы сегодня... Дедушка, который сегодня утром приготовил. Пожалуйста. Вот так вот я добрался до него и здесь. Нигде по кое торту не дают, а? Да. В салон. Неплохой он получился. Конфетки дать? Нет, торт есть. Я буду с тортом. Конечно. Кофе и торт. Ну вот, я начала уже готовить селедку под шубой. Как вы заметили, я готовлю... Сейчас научилась готовить всегда всего много. Ну вот, селедка под шубой тоже выглядит как настоящий торт. Я сначала выклала слой свеколки, свеклы, слой морковки, помазала майонезом, немножечко замаринованного лука, совсем чуть-чуть, потому что, детки, слой картошки, чтобы лук не соприкасался с селедкой. Потом немножечко селедки, сверху опять картошка, майонез, морковка, свекла, майонез, яичко и то же самое еще раз повторяю. Опять свекла, морковка, майонез, немножко лука, картошка, селедочка и закрываю уже шубу. Картошечка, морковка, свекла, мажу майонезом и сверху посыпаю яичком. Вот такой у меня большой, большая селедка под шубой. Целый торт получается для того, чтобы все дети кушали сколько хотели. Ну вот, мама сделала такой вот салат. Сейчас покажу его. Девочки уже, видать, сидят, облизываются, да? Хотите салат, да? Да. Когда мы его будем есть? Завтра утром. Сейчас, прямо сейчас. Нет, завтра утром. А почему? Самое интересное, что, почему девочки снимаются уже, потому что у мамы уже просто нет сил сфотографироваться с этим салатом. Устала. Да, поэтому отдуваемся за маму. Что мы говорим? Друзья, подписывайтесь, приходите к нам в гости и ставьте лайки. Всем пока-пока. Пока-пока.